День Победы Я имею ввиду Кантария, Федорова, которого друзили, знамя Дрестага, многих полководцев крупных, которые собирались во время празднования День Победы на Красной площади 7 ноября. Встречали все на манежке и потом шли на почетные трибуны. Я сам был на почетных трибунах в 67 году, 50 лет советской власти. И поэтому мне близок этот день. Притом я, как говорится, человек войны. При мне вся эта война шла, при мне все изувеченные люди были. Но все были оптимисты. Мы все встретили после военный период в жестокой обстановке, когда маленькие дети работали на заводах с 15-16 лет. Да, я сам пошел с 15 лет работал. И выпускали военную продукцию по инерции уже. Заводы были налажены на эту отрасль. Вот поэтому близок. И уже в 60-70-е годы мне пришлось тоже строить многие ГЭСы, ГРЭСы, военные заводы. Выпуска суперсовременной техники космической. Поэтому мне очень дорогий день победы и ситуация, которая сложилась сегодня. Я хотел сказать для того, чтобы показать значимость этого дня и для того, чтобы консолидировать силу. Мы, совет старейших, которые входят туда, ну, ведущие люди, входили и входят. Семь героев, семь депутатов, семь советов федерации, ученые, крупные бизнесмены. И сделали, я считаю, вековой проект. Это украсит нашу самую лучшую площадь, я имею в виду, Александрский сад и Манежную площадь. Мы так ее назвали историко-выставочный сад, поскольку будет преобразован. Это будет аллея маршалов для полководцев или путем по правилам победителей, где будет представлено 11 наших маршалов и полководцев, которые были награждены орденом победы. И также иностранных граждан, президентов, королей, которые тоже получили эту победу за свое участие и вклад в общую победу. Также мы для того, чтобы консолидировать силы патриотические, да и не только патриотические, я имею в виду добросовестных, настоящих, человеколюбивых граждан всего мира. На Манежной площади должны быть воздвигнуты скульптурные композиции, олицетворяющие наших руководителей государства. От царя Александра I, Александра II, Елизавета Петровна, Екатерины II, Николая I, Сталина, Ленина, Буденного, Рашилова, там, может быть, я не имею в виду, Косегина и других руководителей наших. И включая, конечно, Путина. Там должна быть сцена, флагшток, где должны молодые офицеры присягать в своем государстве. Таким образом, это будет и культурно-исторический комплекс, который, я думаю, привлечет внимание. Да и он сейчас привлекает многих внимание. И зарубежных граждан, и наших граждан Большой Родины, я имею в виду Большой Родины, не только от чистой России, но и стран ближнего зарубежья, как теперь их называют. Но это наши граждане, которые участвовали в победе. Вот сегодня интересно было, сегодня прошло наших семь государств, которые участвовали, а семь осталось, которые не включились в празднование с участием на Красной площади. Таким образом, вот эти преобразования, такие преобразования на самом лучшем пятачке нашей столицы, украсят не только само место, но и позволят нашим гражданам, и туристам многих, посещать эти места. Сколько даже приходят с детьми, с маленькими, с средним возрастом. И, в принципе, нечего смотреть, потому что там один огонь, и все. У нас будет прекрасно сделан монумент в честь полководцев, очень интересный. Мы не будем раскрывать его, но он будет очень нравиться, поскольку это связано не только с победой. И сама манежка будет связана с 2000-летием России, а Александрский с 80-летием победы над Германией. Все интересное, там будет именно показано то, показано, почему победили и как победили. И это все будет показано, благодаря чему победили. Вот в этом монументе будет все показано, который будет установлен в Александрский саду. Не как традиционно он оставит статуи, как на кладбище. Это неинтересно и не является художественным выражением. А тут будет действительно искусство и потрясающие памятники победителям. Я что хотел сказать с этим победой, что мы живем в такое время сегодня, когда и президент озабочен, и общество озабочено тем, что нам надо как-то объединяться больше, побольше солидарности, больше проявить патриотизм и объединиться для того, чтобы для решения общих традиционных задач, которые мы позволили себе в последние годы ослабить, увлекаясь западной демагогией, западными, как говорится, увлечениями. Поэтому мы находимся в том состоянии, когда, например, вот я близко знал людей, например, Милтон Варламович, это мой друг Кантария. Значит, знаменитый человек, один из орденов Ленина, дважды герой Советского Союза, Алексей Федоров, который от имени Кремля, от Сталина, организовывал партизанское движение на Украине против немецких оккупантов. Не только этих, я говорю, еще мы когда встречались на Манежной площади, я там и видел, и Жукова, и Ворошилова, и Конева, Буденного, многие. И приходили, когда все делились своими впечатлениями, говорили о войне, о нашей сегодняшней жизни в то время, в то время. Поэтому знаю, и после того, как мы победили, мы были очень плотно занимались развитием страны, экономики ее, развитием промышленности, народного хозяйства, строили новые крупнейшие объекты, в которых я много участвовал, как от института, как от министерства. Крупные объекты строил, я имею в виду, курировал. Молдавию, Молдавию. Много строил дальше, строили и в нашей необъятной стране, я имею в виду, Советского Союза. В Москве крупнейшие объекты были мои, и Арбат Новый, и гостиницы России, и Генштаб, не Новый, а вот, который еще со звездой. И по Ленинградске крупные объекты, связанные с космосом, с Алмазом. Вот, многие крупные объекты. Поэтому силенов наши советы старейших, которые вот недавно ушли в том году, и позапрошлом году, связанных с коронавирусом. Это Далгик Владимирович, Бакланов Олег Дмитриевич. И что хочу сказать, когда пошла перестройка, всех крупнейших руководителей наших, которые имели опыт, знания, были мощнейшие, награждены ленинскими, сталинскими премиями, имели почетные звезды Героя Советского Союза, лауреаты Нобелевской премии. И эти люди, возглавлявшие крупнейшие научные центры, крупные военно-промышленные центры, крупнейшие промышленные предприятия, металлургии, энергетики. И что интересно, вот когда эта смута пошла, я имею в Горбачевске времен, то помните, обзывали всех, чтобы смыть настоящих руководителей наших предприятий и научных центров? Красно-коричневые обзывали наших руководителей, которые бесценное сокровище было наше отечество. Сгоняли их с предприятий, их научных центров, для того, чтобы эти предприятия отдать западникам. За даром. Я помню, Горбачев только пришел, ему к никодвору стал, это представьте себе, 85-й год долгих Владимира Ивановича, который строил крупнейшие предприятия, который строил предприятие Норникель. Это несколько заводов, цветных металлов, дорогоценных всяких других металлов, несколько портов, несколько энергетических предприятий, целый огромнейший комплекс. Возглавлял еще Красноярский край, бывший первым секретарем огромнейшего края, где много еще заводов было в самом Красноярске. Это и связано с космосом, с ракетами. И он не ко двору был в СНП-бюро, и его согнал для того, чтобы не конкурировал. И таких крупнейших предприятий, потом связанных с ДКЦП, Бакланов Олег Митинский, интересный тоже, это крупнейший министр, мимо Средьмашев, крупнейший был председатель военно-промышленной комиссии, возглавляющий военно-промышленной комиссии. СНП-бюро создавал уникальную военную технику, которая опережала на 50 лет современности. Сейчас вот эти комары летают, которые там, типа, дроны всякие. Буране было воплощено еще в 70-е годы, в конце 70-х годов. Автопилотаж в космической среде. И мог бы садиться, взлетать и делать многие операции, которым сейчас не нужно было ни пушки, ни танки, ни дроны, ни самолеты. Справлялся все, сам один буран. И специально его убрали для того, чтобы потом наш разоружить. Разоружить. И устроить побоище это со своим итогом и результатом. И я знаю, когда уже мы последние годы дружили, стали говорить, как он переживал за все это. И вот чувствовал, что идет к этому все к развязыванию конфликта между братскими народами. И я хочу одно сказать, что для того, чтобы вот эти проблемы, которые мы сами собственными руками сделали, вот я вам скажу вот такой пример. Вот недавно ушел Жириновский. Мы много ему посвятили роликов. Он вышел. Мы там рассказываем предыдущие, посмотрите предыдущих на роликах. Откуда он явился и как он не запылился. Но он больше всего внес вклад в расторжение в ближайшем государстве Украины. Я помню, когда у нас был договор дружбы стратегический, самый близкий народом, договор дружбы, он кричал, визжал о том, что они крадут газ у нас, они крадут нефть у нас, что нам такой договор не нужен. Ну, все дело для того, чтобы испортить отношения с Украиной. Так тем более я скажу одно, что тогда ведь крали, когда у нас были напряженные политические, с ними экономические отношения, то сейчас мы в состоянии военного конфликта. Сейчас идет эта нефть и газ, и на Украину идет, и транзитом идет. Никто не ворует. И все это было сделано для того, чтобы испортить отношения с этим английским государством. И таких вот явлений, таких вот это, также было, я помню, сильное напряжение было с Белоруссией. Также кричали о том, что мы по яйшовке отдаем горючку, это самое нефть и газ Украине, что нам это невыгодно и все такое. Кто это делал? Это же пятая колонна, все дело, которое пыталось завалить Белоруссию и подальше от нас их оттолкнуть в объятия наших противников. Я вам скажу больше, вот для того, чтобы консолидировать наши силы, нам не только надо вот об этом призывать, нам надо делать для этого. Вот представьте себе, вот наши экономисты, я не знаю, какие они экономисты, у нас во всем, вот во все эти самые аппаратах нашего руководства, я имею в виду, я имею в виду, чисто министерские, ведомства, возглавляют люди, которые некомпетентны. Вот кричат о том, что у нас безработица составляет 4-6 процентов. Но спрашивается, если бы у нас 140 миллионов человек живет в нашем государстве, а рабочая сила составляет, пускай там 40 процентов там или 50 процентов, у нас должно быть бюджет раза в 4-5 больше. Но у нас мизерный бюджет. Почему? Потому что у нас нет производительных сил, у нас нет своих заводов, у нас нет своей промышленности. У нас все в основном, мы, кстати, много раз уже на этом останавливались и говорили об этом, что делаем все, заворачиваем бумажки, в пленки, и на 100 грамм содержимого сыра, колбасы и другой конфеты мы заворачиваем такой же вес на обертки. Мы в свое время дали предложение в Госдуме, в партии «Венена Россия» о том, что промышленность, которая выпускает пищевую промышленность, да и другую, бытовую, злоупотребляет оберткой. И это записали в программу. Более того, мы написали бумагу Иванову Сергею Борисовичу, который является соратником президента, отвечает за экологию. И смотря на такое крупное влияние, и заложили, он бедный, 3 года назад мы это дали предложение, он 3 года боролся с ведомствами министерства, и даже не поддерживал его правительство, для того, чтобы ограничить вот этот коммунальный мусор, который заполняет. Потом население платит еще за этот мусор по 800-600 рублей, и заполняет нашу землю, свалки эти кругом забитые, не знают, куда их деть. И пришлось трехлетней борьбы, Сергея Борисовича Иванова, идти на аудиенцию с Путиным, встречу Путина, и говорить, да, поддержи меня. Ну, Путин вроде поддержал его, но пока еще результатов нету. Я думаю, даже и эта промышленность, она частная. Они уже не будут подчиняться даже и президенту. Нет у нас народно-хозяйственных комплексов, нет у нас руководства общего над промышленным аппаратом, нет у нас и административного хорошего аппарата, я имею в лице правительства, поскольку они оторваны, и сама промышленность оторвана от них. У нас 300 тысяч, там, и 500 крупных предприятий являются собственниками, сейчас вообще бесхозные, значит, эти собственники, которые каким-то непонятным образом западные страны, представители, приобрели это наше промышленное предприятие, являются собственниками. Теперь убежали, законсервировали все, однако же мы платим им большие деньги за их собственность. Я вот недавно слышал в Думе, что 280 миллиардов мы отдаем за им как прибыль, предприятия, в которых они не участвуются там. Ну, казалось бы, уж у нас эти коммунисты, из Юганов там, другие, кричали все это за развитие промышленности. Ну, возьмите и национализируйте, отдайте нашим людям. Вот, к примеру, очень хороший в этом плане – это Сбербанк. Он был создан в 1861 году, после отмены крепостничества на Донбассе. И специально был создан Сбербанк для того, чтобы развивать сельское хозяйство, чтобы давать крестьянам кредиты. Они на это приобретали как оборотные средства, как технику. И таким образом в развитии шло и финансовая система, и само сельское хозяйство, промышленность развивалась. В советский период тоже это был ведущий банк, который финансировал развитие промышленности, участвовал в этом. Небольшой процент был, и многие предприятия, как-то, развивались на деньгах населения, которое вкладывало, я помню, последние годы перестройки. У нас вклады составляли 375 миллиардов, 60 центов в доллар был. То это было 700, около триллиона огромных денег было населения Сбербанка. Что случилось? У меня самого были хорошие вклады населения, нас обнулили, собственников. Этот банк прибрали. И вот теперь у нас командует Златоуст. Это я имею в виду Греф, который является самым лучшим советником по экономии и финансовым вопросам у президента. И на всех собраниях наших экономических форумов в регионах или за рубежом Греф везде выступает с такими прожектами. И смотрите, как он руководит. Вот я сам участник этого Сбербанка, получаю там деньги. И скажу так, он сокращает персонал. Таким образом, за счет сокращения, но мы были вынуждены по полтора, по два часа сидеть в банке для того, чтобы получить свои деньги или нести деньги. Потом он эти деньги говорит, вот теперь я по акциям даю дивиденды. Спрашивается, какие могут быть акции у Сбербанка, я понимаю, у завода, который открывает новые филиалы, расширяет производство. Может быть, акционеры. Какие акционеры у Сбербанка, которые берут клиенты деньги и их крутят. И вы думаете, он никак ни рубля не вложил в крупное предприятие. Он вкладывает в банк рикша для вот этих самокатов, велосипедов, на разнос еды. То есть краскосрочные, которые ему прямо сегодня приносят денежки. И он таким образом дивиденды дает каким-то акционерам. Я понимаю, что непонятно, в каком банке могут быть, как в Сбербанке, Народный банк, какие-то акционеры. Это узкий круг людей, которым они берут деньги за счет меня. За счет того, что я тратил время, и мне, когда меня обслужить, за это берут деньги, как будто комфортно обслуживают, и раздают по карманам деньги. Не вкладывая их куда-то в другое место. Вот превратился это Сбербанк. Я уж не говорю за другие банки. Это самый такой говорливый, самый такой, как говорится, у нас считают, продвинутый банк. Я уж не говорю за другие банки, которые у нас создались. Вообще такая тревога, что у нас вообще вся финансовая система, я имею в виду, и банковская, находится в кризисе. И поэтому мы уже много раз говорили о том, что неправильное управление и система, я имею в виду, и развитие этих форм, направления экономики. Мы давали много раз предложение, смотрите, мы не только, как говорится, критикуем. Возьмите пример, откуда у нас могут быть деньги в банке, если мы, вот посчитайте, полный паритет не соблюдается в нашей ценовой политике. Потому что нет цитализации, нет национальной защиты нашей экономики. Мы много раз уже говорили, что нефть и другие наши ресурсы, природные ресурсы, стоят по сегодняшнему курсу, допустим, 30 центов литр. 30 центов. И возьмите паритет цен. Для того, чтобы мы купили килограмм яблок, нам надо отдать, представьте себе, прибавили рубли 20, это нам надо около 7 литров нефти. Если яблоки растут круглый год и не требуют особенно для него труда, поспевает, собери и отдай в магазин. Все отдали сетевикам. Сетевики просто берут некачественный продукт, где они его собирают, лишь бы за копейки. И в 3 дорого или в 10 раз повышают и продают население. Население уже недовольное. Раньше у нас в Москве, в центре у нас, в центре, было 5 крупнейших рынков, где можно было свободное мясо, висели туши, все свободное мясо, любой продукт. Свеженький, молоко натуральное, сметану натуральное, творог натуральный. Сейчас моя дочь ходила, собачка идет, и пробую, собака отворачивается от творога, от масла и все такое. Масло никудышное. Телевой товар у нас продукции. Никто не занимается качественным обеспечением нашего населения, я имею в виду продовольственные продукты. Лишь бы были обертками завернуты не знаю что. Поэтому для того, чтобы навести в коррекцию, нам надо качественная система управления. Это должны быть спецы, специалисты, как и в военном деле. Поэтому надо все заниматься с кадрами обновления, надо полное руководство аппарата, как управленческого, министерского. Создавать, конечно, как мы раньше говорили, госплан. И не то, чтобы опять не декларировать, а один там тащит его. А надо действительно аппарат сильный, который управлял отрасль, развивал у нас. Многие отрасли просто отсутствуют, нет у нас отраслей. Все так это работает, можно сказать, чисто импровизация. Что горит, то и исправляет. Пожары идут, и бог с ними. Раньше у нас лесхоз был, следил за, принимал меры противопожарные. Делал просеки, делал всякие. Я в принципе вам скажу, даже во время войны, я ты помню, той великой отечественной. Мы везде даже, где лесные были хозяйства, делали зимой. Особенно там, где у нас горит везде. Крупнейшие горы, значит, льда, которые летом были использованы. Понимаете, как вода. Поэтому растекался, таял, и влага была, и никакие там мхи не горели в лесах. Никакие меры не принимаются. Понимаете, лесополосы тоже делали, которые... Сейчас истребляется, в принципе, миллионами гектаров леса. А просеку они не могли сделать. Все делали на несколько, там, допустим, на метров 200. И все, и никакие пожары не могли быть. Почему бы не сделать? И не находят. Лесорубов находят. Лесорубы он тащит. Когда мы недавно уже записывали, я не знаю, сейчас помню, нет? Что у нас позапрошлом году, когда Путин подписал указ о запрете экспортировать кругляк. Что надо только переработанный лес экспортировать. И опубликовали это. И этим воспользовались, подожгли. На 13 миллионов гектаров сожгли лес. Притом не смешанный лес, а самый качественный лес. Хвойный. И у нас тоже в средней полосе смешанный лес такой, простой. Там и береза, там все есть. Там, значит, стоит у нас полтора миллиона гектаров. Миллионов рублей гектар. Вот умножьте полтора миллиона на 13 миллионов. Понимаете, это что? Это 19 триллионов рублей. Чуть не наш бюджет годовой сгорел. Но там что интересно. Он сгорел, но он должен в течение трех лет, двух лет даже, быстро быть спилен. Почему? Потому что он начинает гнить. Поэтому, когда сгорел, наоборот, даже не влажный, он очень нужен. Как раз именно такой лес. Сейчас сгорели только ветки, листья, а сам сухой ствол. Так сейчас все бросили все силы, региональщики и теневики, криминал, на спиливание этого леса. Сгорело. И для того, чтобы обойти закон, указ Путина, они режут его на 10 и на 6 метров в контейнеры и напишут древесина, чтобы тамушку пройти. И массовый вывоз сейчас любыми средствами, его, собственно, никто не контролирует, потому что лишь бы очистить лес, чтобы не звен. И таким образом кто-то намывает огромнейшие деньги. Представляете, 19 триллионов, это не миллиарды. Вот такая наша экономика. То есть, фактически наша экономика, и так не только в этом. Также возьмите и сельское хозяйство, и возьмите вы промышленность, она не работающая у нас. Вот смотрите, мы когда разгоняли наш госплан, разгоняли, у нас был НИИ госплан. Вот оттуда как раз там Шохин, Саша, работал. Я помню, в Верховном Совете, он там бегал, шустрил. И когда Вольский командовал, создавал новую структуру, союз промышленных предпринимателей, вот Шохин туда, как вроде рыночек, альтернативщик, возглавил после Вольского. Вольский хоть был, знал промышленность. Он работал на зиле, порткомах. Если у нас где-то 20, за 20 человек крупных были промышленников в составе этого союза, промышленных предпринимателей, крупных, как говорится, бизнесменов, или как их теперь называют еще, миллиардеров, то сейчас все сбежали. Всего эта экономика, и 20 или 30 лет командовали кто? Тюбайсы, Хлопонины и прочая публика. То сейчас эти все сбежали, никого нет. Осталось три только. Три у нас предприятия сырьевые. На кого рассчитывали? На западников, которые все сделали, угробили наши передовые промышленные предприятия, экономику. И теперь нас взяли врасплох. И тут мы роликами много писали и делали, что выход есть, если будет прислушиваться наше руководство к нашим предложениям.